Дмитрий, проедемся, расскажешь. Как у тебя появился велосипед, как ты полюбил это занятие? Класс. Помнишь свой первый велосипед? Да, сто процентов помню. Короче, мой первый велосипед был, это такой, назывался он Космос. Вот, в чем прикол Космоса был, это был трехколесный велосипед. Вот, причем трехколесный велосипед не там, где прикрепляются еще два дополнительных, знаешь, типа, то есть четырехколесный. А прям полноценный трехколесный велосипед с зеленым цветом. Как в фильме? Да, типа того, как в фильме, но он был достаточно большой. Этот велосипед где-то был у меня в пять лет уже, наверное, мне так кажется. И я на этом велике в деревне ездил у бабули за хлебом. Валюта была тогда купоны, вот. И, соответственно, я ездил и расплачивался купонами, потому что я был таким активным малышом. И мне, типа, супер доверяли, знала меня вся деревня. И я когда ехал, то со мной здоровалась вся деревня. Я ехал на этом трехколесном велике. Было прикольно. С тех пор ты, наверное, полюбил популярность и стоять за баром вот это как раз. Чтобы на тебя все смотрели, видели. Ну, наверное. Наверное, да. Какая-то доля в этом есть. Ну, знаешь, типа, вообще любой спорт это популярность в какой-то мере. Ну, это не главная цель, конечно, моя, да. Но, конечно же, и за баром ты как звезда. И в спорте ты звезда, если ты участвуешь, да. И неважно, какие ты места занимаешь. Это, типа, очень круто. Велосипед я любил всегда. С самого детства. Я конструировал, крутил, разбирал велики. То есть на каждый сезон у меня был какой-то план. Типа, там, на каждое лето я себе делал какие-то приспособления. Вешал катафоты, мигалки. Короче, покупал новую резину. Менял кассеты. То есть все делал сам. То есть я еще такой механик, короче. Ну, уже в современных велосипедах я так касаюсь не супер, там, активно, да. Вот. Ну, раньше я, типа, все перебирал. Знаешь, типа, там, деда Украину, там, короче, там, ну и тому подобное. Кстати, как катание из детства, из детских времен и сейчас? Что лучше было? Это уже, знаешь, такой спорт. Уже некий спорт. Раньше ты просто брал велик и ехал. И я все равно стараюсь себе это сохранить. То есть просто брать и ехать. И кайфовать, наслаждаться. Я смотрю по Инстаграм. Там часто такие апхилы невероятные с очень серьезной скоростью. Как это вообще удается поддерживать себя в такой форме сильной? В принципе, я не могу сказать, что я прям супер какой-то там сильный чувак. Но я стараюсь, типа. Короче, так активно вообще... То есть соревновательный дух во мне был всегда, во всех аспектах моей жизни. И, короче, когда начался карантин, когда я опять вернулся так активно в велоспорт, так сказать. Потому что я до этого, когда жил в другом городе, я, типа, у меня были там 2-3-4 тренировки в неделю. То есть я тренировался для себя проедет? Я тренировался, знаешь, для себя. Типа все окей. Но подвох в том, что потом переехал в Киев, начал заниматься кофе, работать. Времени стало мало. И активно вернулся опять, так сказать, в велоспорт. Я уже в карантин. Тот карантин, когда был локдаун. Вот. Движения никакого не было. Надо было на чем-то ездить, развлекать себя. И я достал свой велик, перебрал его. Опять-таки, типа, сам перебрал его. И понял, что, типа, он еще едет. Все хорошо. Потому что он там стоял, пылился, короче. И в итоге я начал ездить. Опять начал ездить. И один был такой очень прикольный момент. Я, короче, проехал участок. Ну, подключил себе страву. Она у меня была там уже лет пять. Но я ей не пользовался. Я подключил себе страву. И проехал участок вот по набережной. С кофейной четвертой. Я посмотрел результаты, которые там показывают ребята. И понял, типа, нет, так невозможно проехать. Я подумал, ну как можно проехать этот участок там за пять минут. Это невозможно. Я там проехал за восемь. И такой, типа, да нет, ну это вообще, типа, я не знаю. Я приехал, ребятам в кофейне рассказываю. Сам смеюсь. И говорю, нет, ну какие-то машины, типа, вообще несправедливо. Это был неким вызовом в моем соревновательном духе. Я там первый раз проехал, такой, знаешь, и улучшил время на пять секунд. А по-настоящему, знаешь, в спорте пять секунд это... Ну, известно, дистанция это очень много обычно. Это очень много, типа. А я такой, типа... Это как пять килограмм 250 и 255. Да. Я такой думаю, так, стоп, подожди. Пять секунд тут, пять секунд тут. Ну и я начал ездить. И в итоге я вошел в десятку на этом, на этом участке. Ну и в принципе все, я доволен как бы. Как началась спортивная часть? Видел ты ездил, наверное, в Карпаты? Да, ездил. Или в тот район. Я точно не помню куда. Мы ездили там в Закарпатье, во Львовской области. Есть гонка, она проходит раз в год, называется Гранд Фонда. Гранд Фонда это вообще популярный вид гонок, где собираются профессионалы, простые любители и аматорский тур. То есть это единственный такой формат гонок, когда ты можешь погоняться со всеми крутыми ребятами, типа познакомиться и так далее. Ну в итоге, да, я ездил, было 90 километров, на 130 или 140 я не поехал, потому что я еще не готов ехать такое расстояние, потому что я посмотрел какой-то набор высоты, это очень много, ну типа вот, катастрофически много. Самая моя длинная покатушка была, это 250 километров. Вот, я очень, я готовился к ней, то есть тренировался там по полтиннику, там ездить, все дела. Ну 250 я решил поеду, короче, поеду, проснулся в 4 утра и поехал. Ну там, поел, я проехал 250 километров за 8 часов. На своем велосипеде старом, там, короче, ну я это сделал. 250 километров получилось за 8 часов, я где-то 5 остановок я делал, вот, чтобы перекусить, поесть. Ну и главная была задача остановок пофоткать в красивом месте. Вот, то есть не было задачи там, знаешь, поставить там какие-то рекорды скоростью и тому подобное. Да не, было прикольно проехаться. Была такая мысль, и когда я подъезжал к пункту назначения, я, знаешь, как в Tour de France, поднял руки и от праздновал победу. Это была мечта из детства, кстати. Да, никого не было, я ехал один, но это была мечта реально из детства. Я очень хотел проехать такое расстояние. Причем, что я типа поспал буквально два часа и пошел с чуваками, типа, встречаться там, разговаривать, общаться и так далее. То есть не было там, знаешь, такого, что там я... Единственное, что у меня реально болело, может, я был не так подготовлен, у меня болели колени, вот. Ну, опять-таки, тогда не было спортпитания никакого. Максимум, что я ел, это был сникерс, вот, такой типа бананы, сникерс и вода, все. Сейчас у тебя есть какой-то секретный рацион уже? У меня? Нет. Ну, на гонках я ем разные, ну, то есть я ем разные гели там и тому подобное, пью изотоник, это понятно. Ну, мне кажется, это уже, знаешь, такая, типа, обыденность. Вот, если говорить про какой-то рацион питания из жизни, типа, да нет, типа... Я смотрю, у тебя здесь нет фляги с кофе, как так. Да вот, я не успел сидеть. Если честно, я... Ну, вообще, типа, можно брать, да, без проблем, как бы. Я, бывает, беру, я приезжаю там в кофейню к ребятам, говорю, там, сделайте мне что-то там холодное, я там колблю как-то брал, знаешь, типа, оно прикольно получается. Вот. По поводу велоспорта, как стиль жизни, насколько это удобно, насколько комфортно ездить на работу или это, наоборот, успеваешь все сделать? Вообще... Ну, я себе сложно представляю жизнь уже без велосипеда. Почему? Потому что кофе и вело это вообще очень такая тесная тема, потому что кофе это Италия, если говорить там... Мы не говорим сейчас про вкус итальянского кофе, но мы говорим про итальянские машины кофейные, да, итальянский подход, бариста появились в Италии. Ну, то есть, главные гонки, все велосипеды, марки, это тоже Италия. Потому, короче, вообще кофе и велоспорт неотъемлемая часть. Потому мне кайфово, типа, я не, там, это никакой не хайп, там, и не мейнстрим, типа, я действительно, мне просто нравится. То есть, представляешь, я проснулся утром, приехал на работу на велике. Даже если едешь там быстро или не быстро, там, типа, все, окей, типа, ты приехал, уже свяжился, все офигенски, настроение классное, долю вообще эндорфина получил, все класс, переоделся и пошел работать. Все, то есть, ты чувствуешь себя немножко по-другому, потому что люди приходят такие замученные, а у тебя, у меня сейчас спрашивают, Димаш, что ты такой заряженный, типа, как у тебя так получается, ты, да, 10 лет, типа, в кофе, типа, я такой, да, потому что, типа, надо ко всему относиться, знаешь, типа, легче и как-то радовать себя, вот. Потому вот так вот. По поводу велосипеда в ТК, есть ли еще Бористо, которые подключились? Да, я в этом году ноги подсадил, если еще вообще, есть у нас еще Бористо Миша, вот, он тоже там, я себе говорит, хочу велик, типа, я говорю, все, чувак, будем тебя выбирать. Мы выбирали, выбирали, потом поехали с ним купили, я ему помог выбрать, короче, мы ему там все выставили, короче, ну, то есть, помог, потом еще один парень был, говорит, я тоже хочу, я говорю, все, поможем тебе. Короче, купили ему байк, ну, правда, гравийник, ну, какая разница, потом, значит, гравийников, они же вроде получше даже. Ну, смотря для каких целей, я не против, гравийник офигенная штука, офигенная. Да, я бы, вообще, если честно, если бы я просто ездил, знаешь, там, и не любил скорости, там, не любил какую-то некую часть гонок, я бы в себя взял гравийник 100%. И не какой-то, знаешь, там, не реклама, ничего, потому что сейчас это, типа, все говорят, да нет, типа, это пройдет, да нет, не пройдет, офигенно. Мне нравится руль этот баран, мне нравится его красота, ну, короче, МТБ это прикольно, если грязь месит, но я очень страшный лентяй, и потому мыть байк, типа, не прикольно. Как ты выбрал свой велосипед, почему ты решил расстаться, и действительно ли этот лучше? Так, вот это лучшее, не знаю, могу тебе сказать, тот байк я тоже люблю, вот я его не продал еще, он стоит у меня на балконе, есть покупатели, но пока что-то не продался, ну, то есть, есть люди, которые там смотрели, смотрят, думают. Знаешь, это часть истории, это уже тот велосипед легендарный, он крутой, я горжусь им, он супер офигенный. Почему этот? Потому что я хотел давно уже себе полностью карбоновый велосипед. Вот, типа, ну, здесь колеса не карбоновые, а еще алюминиевые, но в перспективе, да, я хочу сюда карбон, я хочу, чтобы он был полностью фулл карбон. Если говорить про тот байк, он уже алюминиевый был, да, ему было 10 лет, то есть, я считаю, 10 лет проехать и определенное количество проехать на этом велике, с ним все идеально. Люди, когда его видят, они говорят, он в гараже стоял? Нет, он не проехал очень много, вот, но там сейчас стоит все полностью новое, там, и там очень много карбоновых деталей, там, карбоновый подсидел, карбоновая вилка, карбоновый вынос, карбоновый руль, короче, там все карбоновый, кроме рамы. Тебе это добавляет скорости карбон? Конечно, он облегчает велосипед, вес очень важный. Я помню облегчения, есть ли такое, что... Да, аэродинамика, конечно, аэродинамика, и на скорость влияет вибрация, вот, и потому, как бы, карбон немножко по-другому работает с вибрацией, и таким образом, как бы, у тебя получается намного эффективней. Вот, так что да, ну, карбон, типа, он где-то он жестче, где-то он, наоборот, мягче, то есть на нем ехать, как минимум, комфортнее. Ну, а самое главное в этом всем вес. Долго ли выбирал? Очень долго. И почему именно эта фирма? Ты писал в комментариях, что это будущее. Да, я долго выбирал, очень долго, где-то, ну, полгода точно. Во-первых, в стране, во-первых, во всем мире кризис на велосипеды. Из-за карантина многие заводы, вообще, типа, из-за карантина многие заводы прикрыли немножко свои мощности. А еще, вторая сторона, но спрос на велоспорт вырос, вообще, и на спорт, на велики и так далее вырос, потому что карантин, все закрыто, люди начали покупать. И... Да-да-да, совершенно верно. И, короче, очень долго я выбирал, и цены менялись, и я мог купить дешевле, и совсем другую модель, но все случилось, как случилось. Вот, я купил ту модель, которую я хочу, немножко с другим навесным оборудованием, ну, потому что я забрал этот последний велик в Украине. То есть, это Arbea последняя из моделей 2021 года. Ну, она смотрится космически, это уже массивная такая штука какая-то. Да-да. И... Знаешь, я называю это спортивный болид, это знаешь, как... Мы с друзьями, знаешь, как называем этот байк, он типа, вот есть Lamborghini, да, есть модель Lamborghini Huracan, вот, самая последняя, да, которая, вот, вот, я называю его тоже, он белый, такой же блестящий, у него цвет называется белый ирис, вот, он такой в кропинку, то есть, очень прикольно видно, я называю его как Lamborghini Huracan, короче. Он смотрится очень стильно, и диаметры очень приятные. Да, он тестировался в аэродинамической трубе, то есть, каждая деталь здесь супер-супер подогнана, то есть, тут уже супер новая технология вилки, которая тестирована в аэродинамической трубе, чтобы не было завихрений и турбулентности, то есть, этот велосипед с точки зрения аэродинамики считается одним из инновационных и одним из лучших сейчас вообще в мире. Понятно, сейчас нельзя говорить, какой там, какой лучше, такого не существует, везде есть свои особенности, да. Ну, если говорить про это, то мне нравится, это Испания, вот, самый, одни из самых крутых горняков в мире вообще, ну, в велоспорте есть, как бы, разная спецификация гонщиков, да, там, есть, там, горняки, которые, там, в гору карабкаются, да, там, спринтеры, там, генеральщики, там, Грегори, ну, в общем, неважно, то есть, горняк, это тот человек, который хорошо поднимается в гору, развозит, да, там, своего лидера, прикрывает его и тому подобное. И одни из лучших горняков, это испанские горняки, ну, сейчас опять-таки, потом скажут в YouTube, да нет, это не так, ну, многие ребята, то есть, очень крутые. У меня есть, вообще, так сказать, мои кумиры, некие, некие мои кумиры в мире велоспорта, их очень много. Я вообще очень смотрю, смотрю все гонки, я посмотрел в этом году Giro d'Italia, это моя самая любимая гонка. Я посмотрел Tour de France, я посмотрел Vuelta, я смотрю все, у меня есть подписка на, как бы, на Евроспорт. Вот, я максимально все смотрю, типа, и слежу за новостями и так далее. И у меня есть любимые велогонщики, так можно сказать, я не стесняюсь этого, допустим, там, Alejandro Valverde, вот, он испанец, вот, это человек, который в пилотоне, ему 41 или 44, точно не помню. И он до сих пор гоняется на профессиональном уровне и выигрывает этапы веломногодневок. Это, типа, прям космос, он италья, он испанец. Этот велик сделан в Испании, то есть это не Тайвань, не Китай, ничего, не Вьетнам, это испанский велосипед, собран там же он, вот, ну, запчасти здесь разные, Япония, Малайзия, то есть... Ну, понятно, тормоза, это... Да, тормоза, это, допустим, ротор малайзийский, втулка японская, да, то есть это все Shimano, тому так. Насколько важна экипировка и оборудование на байке на самом? И расскажешь, пожалуйста, про свой новый бортовой компьютер. Да-да-да, вчера появился. Вчера появился, да, вот сегодня снимаем. Экипировка, я считаю, даже лучше купить дешевле велик, но купить действительно там велотрусы, джерси, шлем обязательно, там свет, мультитул. Самое главное, конечно, еще надо купить велотуфли себе и педали контактные, да. Тогда вы будете суперкрутым чуваком и не надо этого бояться. Я долго переходил на контактные педали, ездил в туклипсах и потом, короче, один раз я уже решился, купил педали, не купил, подарили мне педали на день рождения. Я такой, ладно, теперь туфли я точно куплю. Я купил себе велотуфли, одел, страшно, пересмотрел миллион пятьсот видео, как это все происходит. Короче, в итоге я встегнулся и понял, что я потерял очень много лет в своей жизни, надо это было сделать давным-давно. А сколько эффективность возрастает при... Я думаю, что где-то возрастает ватт на 10-15, по ваттам это в самую последнюю очередь, надо уже на это обращать внимание. То есть для начала нужно просто начинать кататься, кайфовать, выезжать вот на Труханов. Я здесь очень редко бываю, тут люди катают, тут, короче, много участков. Вот, много участков, можно типа соревноваться. Много в Страе участков ты проеду. Да, да, про участков в Страе, да, типа. И когда ты проеду, я вот сегодня все свои рекорды в минус. Ну ничего, я потом проеду. Это развивается, да? Если ты проехал, и у тебя... Нет, да мне просто пишут, типа, что они ничего не делают. Да, Ленте. Мне пишут, да, мотивируют, да, вообще типа, про велокомпьютер ты спросил. Он очень прикольный, потому что он типа со Стравой синхронизируется. Он тебе показывает участки, типа, скоро участок, приготовься. Сейчас типа будешь соревноваться. Выдает сигналы, типа, такой, и вперед. Я вчера так... Да, я проехался такой, думаю, нет, надо, наверное, эту функцию отключить, потому что типа азарт берет тебя. Он типа начинает мигать, пишет тебе, типа, гоу-гоу-гоу, типа, давай, чувак. И я вчера пару раз так повелся, думаю, да не, ну его нафиг, типа. Это же можно себя ушатать. Не ожидал у тебя, да? Не, не ожидал, да. Потому именно так. Кстати, как ездить без брызговиков? Прикольный вопрос. Прикольный. У меня еще, знаешь, самый популярный вопрос, как ты ездишь на таких тонких-тонких колесах, это самый популярный. Вот. А брызговики, да нормально, типа, вообще не люблю ездить в дождь. Люблю ездить в дождь, вернее, так скажу. Но мыть потом не люблю. Но ездить кайфово. Потому что какое-то появляется чувство скорости, азарт, типа, да, все летит? Да нет, летит так же в шлеме, вот тут, короче, забивается грязь, вода, пыль, все как положено, везде все грязное, спина грязная. Летит прям повсюду, да. Потому не очень. Я люблю, конечно, мыть, но в этом есть свой кайф. Вот. Карта, видишь, тут показывается, мы на Трухановом. Ого, даже карта? Да, да. То есть тут он с GPS, то есть ты можешь не заблудиться. И если тут построить себе маршрут, то есть дома, ты берешь и там ставишь. И есть функция, допустим, там, знаешь, если ты сезжаешь с маршрута, вот тебе все равно покажут, куда правильно ехать. Ну, то есть офигенно. Ну, люди тренируются, видишь, класс. Ну, тут остров очень крутой в плане воздуха, мне очень нравится. Да, и здесь нету машин. Практически, да. Я, в принципе, не боюсь, и, в принципе, мне нравится движение, в этом есть свой дух и азарт. Но лучше, да, здесь, чем в другом месте. Безопасность, конечно, превыше всего. Я видел у тебя маршруты такие, как ты гоняешь, по дороге все время? Да, я езжу по дороге. Я считаю, что, короче, я пробовал ездить по дорожкам, но это типа стресс. Я или себе колесо пробью, или, короче, что-то еще, или что-то еще. Но подвох в том, что и культуры нету, потому что все идут по велодорожкам, даже где они есть. И тебе приходится как дурачку кричать, велодорожка, велодорожка. То есть я еще занимаюсь часто обучением людей, что это велодорожка. Вот. Ну, я уже смотрю, по крайней мере, на мосту пешеходном, уже так люди побаиваются. Начинают, понимаешь, да, начинают. Так, при том, что это самый загруженный, наверное, мост и самый маршрут загруженный, ну, там, где люди ездят на велику. Ну, время придет еще. Придет, придет, 100%. Если были прикольные велодорожки, то да, для великов есть в Европе светофоры свои. Мы встали возле знака гист-транспорт-озобороны, да, конечно же. Потому мы на велике. Я хотел спросить, насчет проводки внутренней, насколько это удобно, потому что, ну, мне кажется, очень космически, ничего не пачкается и навослуживается. Блин, ну, во всяком случае, это выглядит круто. Вот. Я, как бы, не была главная цель, знаешь, там, типа, без того, чтобы ничего не было видно. Но, мне кажется, это влияет на аэродинамику, не кажется, я точно уверен. Ну, и красиво. Во-первых, из обслуживания, да, то есть, у тебя они меньше перетираются, все рубашки меньше перетираются. То есть, таким образом, как бы, у тебя износостойкость намного увеличивается. Потому что, это скрытая проводка, это очень будущее, и это офигенно. Но, как заменить, если что? Заметание все неплохо, оно же все, смотри, оно доходит до сюда, то здесь подключается еще одно. Ну, то есть, ничего страшного. Есть такие магнитные держатели, да. То есть, есть магнитные такие улавливатели. То есть, если у тебя там что-то надо поменять, то это меняется, не напряжено. Точно так же, там, вилку ушло, да, там, в тормоз. Типа, ушло на переключение. Ну, то есть, все класс. На заднее переключение. Мне нравится, что чистота прям нереальная. Я не натирал, если что, его перед видео. Нет, чистота... Да. Чистота выглядит минималистично. Да, выглядели минималистично. Не цепляешься нигде, когда едешь. Ну, да, ну и ухаживать удобнее. То есть, ты помыл, типа... Да, протереть тоже. Это да. Так что так. Про фонарики всегда я сделал с ними? Да, всегда. Всегда, да. Как? Они заряжаются, типа, поставил на зарядку, зарядил и все, не паришься. Причем еще маленькие такие, класс. Да, я подбирал, типа, чтобы не было громоздкими, они там... Ну, и они легко снимаются, то есть, ты одним движением там снял, допустим. Вот так вот берешь, снимаешь и все. И, то есть, ничего нет. То есть, все кайфово. И когда едешь, то есть, тебе удобно, практично, то есть, они включаются там просто нажатием. То есть, ты нажал, и у тебя он включился. То есть, это делается быстро. Я там, допустим, под мост заезжаю. Ну, даже если там днем, бывает, там, без фонарика едешь, ну, не видно там, да. А когда под мост заезжаешь, типа, не надо ничего включать, просто нажал быстро и все. вот я сегодня ехал вот ну там где на почтовой да то есть ну короче почтовой да то есть я бац заезжаю в туннель я включаю и мне сразу все видят то есть практично это безопасность надо чтобы было вот но я не люблю когда одевают там вот эти все жилетки там типа конечно все прикольно наверное с точки зрения безопасности от офигенно но мне не нравится это просто как выглядит лучше пусть будет мигалка знак такой стрелочкой есть такие что знаешь типа которые отбивают показывает твою полосу там и тому подобное как-то так все минималистично красиво практично самое главное шифтеры до первый раз вижу что мы в ручках встроенных но очень удобно то есть очень удобно ты бац переключил переключил то есть ты едешь как ты так можешь переключать да как здесь тормозит то есть тебе очень-очень удобно тормозить борождах удобно да во первых у тебя есть усилия знаешь ты когда так тормози что так конечно тоже прикольно но тебе нарушается радинамика средства спуска спускать это берешь и потормажи это судья пальцы хорошо достают вот точно так же и переключаешься то есть ты можешь ехать тут держаться там здесь держаться держаться здесь держаться вот так вот ложатся просто за ручкой то есть достаточно практично получается за счет этого наверное километр и легче наг mains ну конечно ты лежишь у тебя спина ровная опять-таки обдувают тебя по-другому то есть ты не как на табуретке сидишь ты когда на мтб едешь то у тебя рулю такой вот ты такой сидишь всей грудью принимаешь короче типа знаешь воздух здесь конечно не так но другая специфика кто-то пишет комикс кофе даже сообщение приходит сообщение типа да но только правда звонки приходят и сообщение приходит я говорю а напишите мне вчера чуваки учетом в instagram пишет мнение не не показывает в instagram типа лайки там подобное ну как то так вот так что мы будем усовершенствовать я колеса себе хочу сто процентов карбоновые еще потому это мы будем заниматься этим обращиваться анти пробивочную жидкостью нет это не бескамерные это клинчерные колеса достаточно редкая модель continental это continental classic на них выигрывали и tour de france и gira de italia и у них самое главное что у них вот этот вот корт он назван он называется видишь типа как red chili называется вот то есть он цветной мне нравится когда резина не просто типа знаешь какая-то там черная ну а именно какая-то особенная потому это супер редкая модель вы ее в украине не купите вот даже если захотите найти то не найдете вот я в прошлом году как-то чудом купил вот и я когда нам приезжаю к этому чувакам там на и сто на какой-то или что-то еще блин у тебя колеса прикольные где-то купил его но и начинает гуглить нет их не найдешь катаешься сам или предпочитаешь по-разному я люблю сам ездить и люблю с кем-то ездить нет проблем неких бывает хочется самому прям реально ну ты знаешь едешь себе захотел остановился захотел едешь в своем темпе все-таки когда едешь с кем-то то какую-то золотую середину находим и тогда едем но бывает не то есть но бывает нету сил реально как бы а бывает то наш мы у нас там есть у меня друг мы там с ним катаемся постоянно такие дальнички так сказать там или по равнинке или в горы какие-то то знаешь там день этом одну поездку я ты по нормальной такой живенький он там уже все тебя не получается знаешь типа один день он типа едет у него нога есть знаешь такой есть термин велоспорте нога до типа сегодня есть нога или нету вроде все окей точно так же встал точно также поел да там готов типа вроде все окей ну ты сегодня не едешь а кто-то едет вот потому типа и мы такие по очереди знаешь страдаем одну поездку он другую я как-то по растяжке потому что насколько я заметил после растяжки гораздо проще кататься если у тебя в принципе был у меня такой период когда я действительно там растягивался там на валике лежал там спина чуть болела я такой знаешь начал этим заниматься но когда попустила типа все окей ничего не болит типа разминаюсь немного но не так что прям там все просто квадрицепсы я замечаю что тянуть самые такое неприятные волны полезно моя леди говорит мне что когда ты будешь со мной йогой заниматься я типа правильно пару раз пробовал но пока не могу ну не то что не могу типа нет ли на это времени как бы такого наш типа это такой миротворенный режим я там утром встаю там все надо там что-то быстро сделать там лететь а йога это знаешь такой тип должен выйти там типа все для меня если заниматься йогой типа это полдня короче я типа ничего не делаю релакс режим что да релакс но ничего я хотел бы я думаю что этой зимой когда будет мало так своих тренировок то в принципе я буду заниматься йогой или чем-то еще как часто катание и какие виды транспорта еще пробовал вниз гейт еще я на работаю часто передвигаюсь на скейте этим летом конечно не так прям супер часто но вот в основном я на скейте нормально езжу то есть мне удобно там к метро там от метро типа кайфово вот то не знаю я все люблю пробовать ролики у меня тоже кота были кстати но я не не силен в этом ехать могу тормозить могу типа все и положено так чтобы делать какие-то трюки и так далее не требует времени для требует времени я так не умею что хочется людям посоветовать кататься или бегать бегать и кататься вот бегать я зимой бегаю зимой бегаю стараюсь 35 километров бегать до если не супер мокро и не супер грязно то я стараюсь бегать вот этой зимой бегал типа все окей так что все нормально мне нравится бег но не очень длинный потому что когда очень длинный мне становится очень скучно какую я музыку бы не слушал чего бы я не делал типа или ты входишь какую-то фрустрацию знаешь такой бежишь и все типа я люблю чтобы был все таки знаешь какой-то какая-то часть не знаю страдания чё ли знаешь когда ты чувствуешь типа вот почему но я вообще люблю добрую усталость мне нравится спорт потому что есть добрая усталость ты такой устал ты такой знаешь типа удовольствие не доволен типа да ты проделал работу вот зимой бегать заниматься йогой вот и в этом году подумаю купить себе станок вот для велика стану вот посмотрим получится или нет вот но в принципе я сезон в прошлом году не закрывал то есть да я не катал всю зиму там ну когда было асфальт без снега и без гололеда то я даже выезжал в минус 18 типа все окей кофе будет разный до велосипеды бывают разные сто процентов кофе да самое главное в этой всей истории что опять-таки хочется донести что классно и я замечаю многих людей там бариста ездят на фиксах там там не знаю типа на шоссейниках и это круто я замечаю что кофе и велик это прям это бодрость и осознанность стиль жизни осознанность и далее так что так всем спорту всем всем спасибо мне не сильно быстрый